доброго времени суток дорогие друзья сегодня у нас на обзоре ну или можно сказать будет небольшая распаковочка расскажу кстати почему после у нас будет на обзоре вот такой вот аудио интерфейс от маки маки onyx artist один к двум это собственно можно сказать двухканальная аудиокарта но с одним не комбинированным xlr кодом что примечательно в комплекте дают полноценный софт то есть не урезанный который стоит я по-моему смотрел про тулс или в iphone что-то из одной этой программы базовая про версия стоит дороже чем сама это аудиокарта стоит так что стоит задуматься да и да как всегда по традиции мы начнем с вами с распаковки погнали так вот собственно наш аудио интерфейс от маки маки onyx artist два к одному это можно сказать двухканальный аудио интерфейс или лучше сказать конечно одноканальный такой же как и в плане фокус райт соло не то есть главный канал у него не комбинированный xlr и инструментальный так до onyx artist один к двум двухканальные юсби аудиокарта поступающая с профессиональным с профессиональным софтом да это у нас без ток собственно с профессиональным полноценным софтом с двумя прогами то есть это дав и если я не ошибаюсь плагины я не скачал поэтому имейте ввиду что единственное заходил на сайт и на сайте эти проги стоили дороже чем то есть одна прога стоила дороже чем сам этот аудио интерфейс что в принципе круто что такое кладут в подарок так вскрываем да этот аудио интерфейс пришел вниз без тока поэтому за заклеен на скотч до некоторые вещи если для себя стараюсь покупать на без токи но спойлер эту карту я оставил вернул обратно и взял себе focus right на который в данный момент сейчас пишу поскольку возникли кое какие проблемы с драйверами но об этом позже так в комплекте у нас макулатура и лицензия две лицензии на вейв это скорее всего вейфом это плагины и одна дав станция расскажу чуть позже юсби кабель юсби на юсби то есть юсби как на принтере простой жаль что не usbc но что ж поделать так больше ничего там нет только наша аудиокарта большой пакет гидроизоляции большой пакет гидроизоляции и да так сейчас откроем о да слушайте выглядит он классно такой черный весь из металла монолитный тут такой рисунок маки монолитный ни единого шурупчика на нем нет холодненькие следы остаются и напоминает мне вот эта пошарпанность алюминия focus right второго поколения есть конечно с этом не с этим некоторые минусы туда забивается грязь так вот так этот интерфейс собственно выглядит гейн основного канала так это у нас монитор мониторинг мониторинг самих мониторов и справа собственно наушников здесь поделено вот так этими линиями то есть здесь разделено что первый канал это у нас второй канал и вот это все это мониторинг то есть наушники вот это мониторится это инструментальный тут включает здесь фантомка да это у нас мониторинг и сзади у нас линейный выход на колонке kennington блок и юсб выход вот в kennington и юсб выход и в принципе выполнена карточка очень добротно мне очень нравится приступим к тестам да собственно по спекам это аудиокарта равносильно focus right единственное что у focus right focus right scarlet solo у нее единственно что она на type c и заводится она практически на всех устройствах и вы спросите почему же ты скотина не пишешь на нее сейчас а дело в том что я промучился много с драйверами и у меня почему-то не заводится мой xlr провод то есть я поменяю этот интерфейс на другой это тоже опять же я с бестока взял возможно он неисправен возможно но собранным таким образом что его хоть швыряй я думаю что ему ни хрена не будет потому что он монолитный у нее даже ни одного шурупчика здесь не видно слышал что мастера некоторые говорят что шурупчики именно под этими ножками находятся да ничего не шатается не люфтит нет такого как scarlet слова что ты крутишь монитор мониторы да то есть если у вас подключены мониторы и можно задеть гейн здесь такого нет здесь можно единственное наушники но хотя кто крутит вот таким вот образом не знаю я кручу вот именно так и как по сборке у меня завелись именно мониторный вход наушники завелись и инструментальные high z гитару кстати я не проверял скорее всего зря надо было проверить проблема в драйверах скорее всего но я скачивал с официального сайта маки у меня почему-то не завелось и я предполагаю что возможно проблема в самом интерфейсе поэтому имейте ввиду поэтому да звучание этой аудиокарты я вам предоставить не могу но как бы свое мнение вот держа в руках что она имеет и по спекам в принципе альтернатива фокус рай имею ввиду третьего поколения до который немножко подороже и даже по дизайну я скажу что она выглядит немножечко лучше как по мне то есть я не знаю как на камеру это все выглядит но здесь вот такой вот значок тоже вот это такой металл и что плюсом у него у не у этого интерфейса матовая поверхность что здесь что здесь а у фокус райта она вся глянцевая и всегда заляпывается в хламину да пройдемся немножечко по спекам дело в том что спеки у нее практически такие же как у фокус райта но проверить на проверить вживую конечно это все не получится тут у меня как раз хороший конденсаторный микрофон который на который тоже был или будет обзор если что заглядываю описание там будет это собственно микрофон от tomon t-bone sc450 такая своеобразная альтернатива беренджеру b1 до полазил по формам на многих форумах пишут что ее любят принципе за ее стильный дизайн за небольшую цену сейчас она немножко будет подешевела раньше она стоила в районе 100 долларов это получается чуть дешевле чем focus right сейчас я убрал за 73 евро что такое или за 70 вроде как принципе эта цена интерфейсов от беренджер к примеру you mc 202 hd в принципе чуть дешевле получается той чем это но к этой ты получаешь полноценный софт который стоит дороже чем эта карта но не многие покупают аудиоинтерфейс из-за софта да у нее в спеках стоят что стоит что у нее при ампы от оникс поэтому они называются принципе оникс как больших микшерных пультах от маки которые в принципе которые зарекомендовали уже себя у профессиональных диджеев я таким не являюсь и просто и просто имейте это ввиду и что самое главное у нее преобразователи очень хорошие и качественные то есть не майдос там какой-то там айдос то хотя майдос тоже хорошие бюджетные преампы у нее преампы от оникс и эти преампы глубиной 24 бита и с частотой дискретизации 192 килогерца что в принципе выметает половину бюджетных аудиокарт в сторону просто обгоняет уже да что еще отмечают что очень удобная регулировка на мониторы что большой большая ручка и что самое главное что она идет отдельным входом то есть вы можете использовать и наушники одновременно здесь есть выход ручка да то есть и на мониторе такого не было если я не ошибаюсь на фокус райте на фокус райте одна ручка мониторов она используется либо если вставлены наушники либо если вставлены мониторы если у вас в момент вставлю вставлен на фокус райте вставлены мониторы вы вставляете наушники мониторы отключаются включаться наушники здесь вы можете использовать оба варианта это уже плюс в сторону маки единственное что говорят что выглядят вот эти лампочки все лампочки гейн айзет и директ мониторинг немножечко старомодно что горят таким зеленым цветом немножко дешевит эту карту но по мне так вроде нет ничего страшного я не заметил да как и любая нормальная адекватная аудиокарта она обладает фантомным питанием плюс фантомным питанием 48 вольт и что еще очень хорошее что ее преобразователи достаточно сильный то есть вы можете подключить хороший динамический микрофон хороший динамический микрофон без дополнительного усиления да но если вы решите использовать шурус м7b а в принципе с любыми аудиокартами лучше использовать еще дополнительное усиление что еще хорошее у нее у этой карточки хороший инструментальный вход хайзи хайзет в принципе можно играть хорошенько на ней и на гитаре но повторюсь в моем случае у меня не завелись нормально дрова возможно проблема в моем компьютере а возможно проблема в том что эта карточка у меня с бистока и что-то в ней неисправно так что имейте ввиду когда будете ее брать но такой ситуации как у меня я никогда не слышал везде полазил по форму ник ни у кого не бы у всех все заводилось то есть включаешь flag and play и драйвера в принципе не нужно скачивать она заводится так если только вы будете использовать эту карточку в паре с драйверами asio for all то есть надо ставить ее чтобы драйвера от asio считывали ее в принципе да сильно много распинаться про эту карточку не буду поскольку своим опытом эксплуатации с вами поделиться не смогу я буду отправлять обратно поскольку ну извините куда деваться куда деваться да все что я хотел про эту карточку сказать я сказал если у вас у самих есть такая карточка напишите пожалуйста в комментариях какие у вас были проблемы либо какие плюсы от этой аудиокарты вы получили возможно это будет полезно и другим ну а у меня на сегодня все желаю вам всего хорошего и до свидания